Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Пишем историю вместе. В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития за 2022. Практика показывает. Там, где на месте кадры, где есть руководитель, результат всегда есть. Кто в лидерах? Успешная борьба с вирусом. COVID-19 исключили и заболевания, которые представляют опасность для здоровья. Основным курсом у нас привито более 70% нашего населения города. Какие еще изменения? Хранители неба. В радиотехническом центре прошел день открытых дверей. Военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня – это залог будущей безопасности нашего государства. Как это было. А также сотрудничество стран, база данных и уборка урожая. Республика может полностью обеспечить сельское хозяйство своей техникой. Сколько белорусских агромашин работают в полях? Сверили часы. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Москве. Главный вопрос – экономическое сотрудничество. Тема для российско-белорусских отношений приобретает исключительное значение в свете санкционного давления. 28 союзных программ выполнены на 80%. Ключевые моменты решены. Это база для развития промышленной кооперации. Лидеры обсудили также сферы безопасности и обороны. Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская страна 100% выполнила по прошлому году. 100%. И даже больше сделали, я потом вам расскажу в этом плане, что делается по микроэлектронике. То, что мы переживали с вами, что действительно мы где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность, то, что было в Союзе, как вы сказали, сохранили. Мы с россиянами договорились, с теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят, не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое. Ну вот чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное, люди понимают. Поэтому с импортозамещением мы двинулись, не скажу, что мы уже решили все вопросы, но двинулись. Александр Лукашенко добавил, Беларусь готова при небольшой поддержке России наладить у себя производство штурмовиков Су-25. В нашей стране уже есть три завода, два военных и один гражданский, где производят комплектующие для пассажирских самолетов. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь. В Бавруйске прошло собрание представителей трудовых коллективов по итогам социально-экономического развития за прошлый год. В промышленных лидерах ТАИМ, типография имени Непогодина, универсал Бавруйск, завод КПД и Бавруйский сборочно-механический. О расширении горизонтов Татьяна Горбач. Год исторической памяти напоминает Бавруйску, как важно сберечь и приумножить все доброе и ценное, накопленное старшими поколениями. Как дорого все то, что создано нашими руками. В микрорайоне «Молодежный» открывается 85-й детский сад. Учреждение распахивает свои двери для 240 малышей. На карте города появляется и аллея трудовой славы. Креативные инсталляции в виде кубов отображают в вехе развития крупнейших предприятий, их историю и современность. Бавруйск признают лучшим по итогам соревнований по социально-экономическому развитию региона и заносят на областную доску почета. В 2022-м активно обновляются дороги. Объем выполненных работ превышает 260 тысяч квадратных метров. Возобновляется масштабная реконструкция Титовского моста. Не прекращается и строительство жилья. Возводят свыше 70 тысяч квадратов. Особое внимание многодетным. Мы продолжили поступательное движение вперед и достигли положительной динамики по ключевым направлениям развития. Индустриальным сектором Бавруйска в прошлом году обеспечен выпуск четверти объема промышленной продукции в Могилевской области. Прирост объема производства составил более 37%. По традиции на главной сцене Бавруйска подводят итоги прошлого года. В зале представители трудовых коллективов, администрация города и руководство области. К событию всегда подходят ответственно и грандиозно. Анализируют проделанную работу в экономике, строительстве, торговле, медицине, образовании, спорте и культуре. Здесь же ставят планы на 2023-й. Год был непростой. Санкционное давление, другие проявления внешние, которые неким образом влияли на экономику, на развитие регионов. Но практика показывает. Там, где на месте кадры, где есть руководитель, результат всегда есть. Я думаю, 2023 год будет еще более удачным для города Бавруйска. И те задачи, которые стоят, будут выполнены. В холле свои бренды традиционно презентуют городские предприятия. Свежая выпечка, натуральные колбасные изделия, ароматные десерты и разнообразные напитки. От изобилия разбегаются глаза. Бабушкина крынка предлагает фруктовые йогурты на основе сыворотки с добавлением сока. Компания – лидер по количеству наград на международной выставке «Продэкспо-2023». У стенда «Красного пищевика», как всегда, много сладкоежек. Все спешат попробовать новинки. Это импортозамещающий инновационный продукт, конфеты на основе карагина на золотая пчелка, конфеты эти с начинкой, а также торговая марка «Тинки» – жевательный мармелад. На втором этаже творческий потенциал демонстрируют дети. Почетным гостям показывают свои разработки в 3D-моделировании, робототехнике и программировании. Здесь же разворачивается выставка лучших патриотических проектов. Макеты полей сражений и сожженных деревень, которые знакомят со страницами военной истории. Квест-игра по местам боевой славы для самых маленьких. Всего и не перечесть. Очень много современных направлений мы открываем ежегодно. Наши учащиеся участвовали в различных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях. И в этом году в Центре дополнительного образования было проведено рекордное количество соревнований республиканского уровня. В 2022-м Бобруйск расширяет экономические горизонты. Прибыль от реализации продукции увеличивается в 2,5 раза. Рентабельность продаж – 8%. Это самый высокий уровень за последние 9 лет. Город на 14% прирастает и по экспорту. Достигается рекордная сальдо внешней торговли товарами и услугами – 200 миллионов долларов. Качество наших изделий по достоинству оценивают в 57 странах. Для нашего предприятия год сложился очень удачным. Даже на фоне падения связей международных нас это не коснулось. Мы в основном работаем с Россией, работали с Украиной, работали с Прибалтикой. Но незначительные объемы, основной объем до 40% у нас уходит на Россию. Прошедший год был действительно для нас успешным. Мы выполнили все доведенные показатели по индексу физического объема, по экспорту продукции. Но прежде всего хочу сказать, что это слаженная работа нашего всего коллектива – от станочника до замдиректора. В числе лидеров ТАИМ – типография имени Непогодина, универсал Бобруск, завод КПД и Бобруский сборочно-механический. На результат работают также ТДИА, Бобруск-Сельмаш, Пинск-Древ-Бобруск, Красный пищевик и многие другие. Большинство оперативно перестраивают свою работу в условиях санкционного давления. Более того, налаживают выпуск импортозамещающих товаров на 100 миллионов долларов. Несмотря на определенные трудности в строительной сфере для нашего региона, мы успешно обеспечили рост, обеспечив выручку на уровне 67 миллионов или 107% по уровню прошлого года. В свое время нам обеспечивали все обязательные платежи бюджет, исполняли обязательные заработные платы. В первую очередь хочется сказать, что нам очень приятно, что второй год подряд мы получили такую высокую оценку за наш нелегкий, порой незаметный, но очень важный необходимый труд. Это заслуга нашей команды, нашего коллектива, поэтому только вперед. Динамично развивается система образования. Завоевано около полутора тысяч дипломов различных уровней. Победителями Республиканской Олимпиады становятся 17 человек. Стипендиатами специального фонда президента – 21. Укрепляется и материально-техническая база. К новому учебному году проводится капитальный ремонт в четырех школах. Обновляется мебель в кабинетах, оборудование в пищеблоках. Благоустраиваются спортплощадки и беговые дорожки. В целом год для учреждения был очень ярким, запоминающимся, плодотворным. Порадовали наши олимпиадники, запомнились яркие победы в областных и республиканских конкурсах. Конечно же, формулой всего успеха является слаженная и конструктивная работа нашего педагогического коллектива, учащихся и их родителей. Значительные средства вкладываются в здравоохранение. Приобретается медоборудование почти на 6 миллионов рублей. Закупаются аппараты ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких, электрокардиографы и центрифуги. За счет городского бюджета завершается строительство системы лечебного газоснабжения больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. И реконструируется рентген-диагностический кабинет третьей поликлиники. 2022 год вошел тоже в историю и нашей поликлиники, потому что именно в этом году мы достигли высоких показателей в нашей работе. Это показатели здоровья прежде всего. Это показатели, которые направлены были на мотивацию населения на ведение здорового образа жизни. Это та работа, которая была направлена на достижение цели устойчивого развития города Бобруска. 2022 – это еще и год патриотизма. Автопробег за единую Беларусь. Выставки, посвященные геноциду белорусского народа. Передвижной музей. Акция «Беларусь помнит». День народного единства. Столетие пионерии. Перечислять можно долго. Мы, как никто другой, бережем уверенное будущее и независимость своего государства. Ведь когда есть мирное небо, можно развивать и экономику, и семью. Держим курс на мир и созидание. Татьяна Горбач, Ольга Ласенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Военные разработки, уборочная техника и туристический бум Беларусь в прошлом году посетили более миллиона иностранцев. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь может полностью обеспечить сельское хозяйство своей техникой. Мощностей машиностроительных заводов достаточно. В 2022-м предприятия приобрели около 8 тысяч единиц агромашин на миллиард 200 миллионов рублей. В том числе 1600 тракторов, 550 зерноуборочных и 150 кормоуборочных комбайнов. Белорусская IT-рота разработала уже более 50 программ, которые оказались востребованы за рубежом. В основном это образовательные тренажеры-симуляторы, которые используются, к примеру, при обучении военных летчиков. Среди партнеров – Казахстан, Узбекистан и Россия. Попасть на службу не так просто. Кандидаты, как правило, практикующие айтишники. Конкурс – 10 человек на место. Базу проверки БО автомобилей дополнили информацией о ДТП. Теперь по идентификационному номеру можно узнать дату и вид происшествия, обстоятельства, данные о повреждениях и фотографии, если они будут в наличии. Однако это касается аварий, которые произошли после января 2022-го и оформленные сотрудниками ГАИ. Беларусь в прошлом году посетили более миллиона иностранных туристов. Планируется, что в 2023-м популярность путешествий в нашу страну вырастет за счет взаимного признания ВИЗ с Россией. Специалисты ждут и увеличения гостей из Китая в связи с отменой коронавирусных ограничений. Самые популярные места – национальные парки, дворцовые комплексы, музеи и центры народного творчества. Белпочта запустила конкурс сочинений для школьников от 9 до 15. В этом году участникам предстоит написать письмо от имени супергероя, миссия которого – сделать дороги по всему миру безопаснее. Текст должен быть написан от руки на русском или белорусском языке. Объем – не больше 800 слов. Работы принимаются до 26 марта через учреждения образования. Угроза миновала. COVID-19 исключили из заболеваний, которые представляют опасность для здоровья. В списке больше нет сифилиса и гонореи – причины в положительной тенденции, в изменении эпидситуации и лечении. В перечне остались активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические олихорадки ласа, марбург и эбола. Коронавирус был внесен в 2020-м. С тех пор вакцинировали свыше 6,5 миллионов белорусов. Основным курсом у нас привито более 70% нашего населения города. Если у вас после основного курса вакцинации прошло полгода и более, вы можете обратиться в свою территориальную поликлинику для получения бустерной вакцинации. В стране, напомним, изменили тактику вакцинации против COVID-19. Теперь бустерная прививка разрешена детям и подросткам с 5 до 17. Проводится процедура каждые полгода. Можно в один день сделать укол как от коронавируса, так и, например, от гриппа. Дистанционный учет и оплата в два клика. Бобруйские электросети набирают обороты. На обслуживание более 167 тысяч потребителей. Жители города, а также Бобруйского, Кировского, Кличевского, Глузского и Осиповичского районов. О современных подходах в бытовых вопросах Ольга Васенда. Специалисты бобруйских электрических сетей производят замену индукционных приборов учета на электронные. Они имеют более высокий класс точности, возможность параметризации по зонам суток и подключения дистанционного съема показаний. Только за 2022 установлено свыше 14 тысяч счетчиков. Работы производятся за счет организации. Все электронные приборы учета подключаются к автоматической системе контроля учета электрической энергии. Так называемая система ОСКОЭ. Данная система позволяет дистанционно собирать информацию на последний день месяца и автоматически передавать ее в систему АИС-расчет ЕРИП и в личный кабинет потребителя. Периодически персонал проверяет приборы учета у бытовых абонентов для правильности и полноты расчетов за потребленную электрическую энергию. Отличить сотрудника предприятия просто. Он должен быть одет в спецодежду с отличительными эмблемами и иметь удостоверение установленного образца. Если все же возникли сомнения, уточнить информацию можно по телефону на экране. Согласие абонента на удобный ему номер мобильного телефона может быть отправлено СМС за счет нашей организации. В случаях аварийного и планового отключения электрической энергии, при отсутствии оплаты и наличии задолженности за потребленную электрическую энергию, и при отправлении суммы ущерба по акту и расчеты суммы за услуги. Обслуживанием бытовых абонентов занимается сервис на расчетные центры и центры приема граждан. В прошлом году сюда обратилось свыше 50 тысяч потребителей. Популярные вопросы – подключение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения, сверка платежей, оформление льгот, подача заявлений на замену или проверку счетчиков, заключение договоров и переоформление лицевого счета. Время работы в будние дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 17.00, без перерыва на обед. Консультацию можно получить и по телефону. Ответ на любой вопрос есть на сайте Могилев Энергобай. Личный кабинет доступен каждому абоненту. Достаточно зарегистрироваться. Здесь можно посмотреть данные о платежах, ежемесячном потреблении электроэнергии и подать заявку на оказание услуг. Представить свою жизнь без бытовой техники, которую мы используем ежедневно, сегодня невозможно. А ведь за этим стоит труд всего коллектива филиала «Бобруйские электрические сети». Энергию в каждый дом специалисты несут круглосуточно. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Надежный щит небесных рубежей в радиотехническом центре прошел день открытых дверей. Ученикам 20-й школы и воспитанникам детского дома показали технику, которая помогает военным мониторить воздушное пространство и госграницу. Радиолокационные станции, подвижные радиовысотомеры и комплекс средств автоматизации. Ребята, в свою очередь, задали интересующие вопросы тем, кто охраняет белорусское небо. К нам в рамках взаимодействия прибыли военнослужащие 147-го зенитно-ракетного полка, дабы тоже показать свою технику и поднять статус, авторитет вооруженных сил в глазах молодежи. Военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня – это залог будущей безопасности нашего государства. Приятное завершение экскурсии. Настоящая солдатская каша и чай. Радиотехнический центр уделяет пристальное внимание патриотическому воспитанию. Главная задача подразделения в мирное время – воздушная разведка и выдача радиолокационной информации. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok